Культурный изобретение Как колесо, как письменность, печатный станок, компьютер и интернет Но, к сожалению, это изобретение не слишком часто в этом ряду великих изобретений культуры упоминается Я буду говорить о календаре Наверняка у всех есть календарь в смартфонах, телефонах при себе И мы календарь видим как таблицу, в которой нам явлены цифры и слова И поэтому даже может возникнуть, наверное, вопрос первоначально А какое отношение календарь имеет к ритмам космоса и социальному порядку? Но, я думаю, вы все знаете, что календарь это такая математическая модель Которая описывает процессы, происходящие с небесными телами Поэтому, говоря о календаре, мы и будем говорить о космических ритмах То есть календарь это человеческая запись космических ритмов И здесь возникает вопрос Да, в основе календаря лежит одна гениальная идея Идея настолько гениальная, что когда-то эта идея в древности приписывалась богам Идея следующая Эта идея состоит в том, чтобы подчинить жизнь человека на Земле космическим ритмам Возникает вопрос, зачем это нужно Зачем подчинять жизнь человека космическим ритмам Ну, нередко мне приходится слышать, что вообще интерес человека к космосу И изучение космоса, изучение неба, изучение светил вызвано восхищением уже первобытного человека перед красотой неба над головой То есть первобытный человек считается, что мог бы сказать, наверное, как Кант Что он восхищен, во-вторых, ну, во-первых, Кант был восхищен моральным законом внутри нас Но, во-вторых, он был восхищен красотой неба над нашей головой Вот, мне эта идея не представляется слишком уж вероятной На мой взгляд, более эвристично То есть обладает большим объяснительным потенциалом другая идея или даже теория Теория, принадлежащая английскому историку и культурологу Арнольду Тойнбе Теория вызова и ответа Согласно этой теории, любое значимое изобретение в культуре появляется как ответ на какой-то вызов То есть человек – это существо достаточно инертное, не склонное к усилию и долгому терпению А надо сказать, что наблюдение за небом и выявление законов движения светил – не такое вдохновляющее занятие Вообще-то это рутинная работа, требующая терпения, усидчивости Причем зачастую это работа, результаты которой сказываются только через несколько поколений Это означает, что ученый берет на себя такое бремя, что ли, заниматься тем, результаты чего он не узнает И может быть его работа будет безрезультатной То есть эти результаты возникают только через несколько поколений Это означает, что для того, чтобы заниматься этими вещами, необходим был мощный вызов То есть какой-то вызов, который бы человек и побудил заняться изучением космоса, изучением неба и движения небесных светил Я утверждаю, что таким вызовом является проблема организации социального порядка Но обычно, когда мы говорим о проблемах социальных, как-то сразу речь наша сбивается на вопросы права или морали То есть мы отношения между людьми рассматриваем прежде всего сквозь призму морали и призму права Но в организации социального порядка, в организации наших взаимодействий Есть на самом деле много вещей вне моральных и вне правовых, сугубо технических Которые вообще-то не решаются ни при помощи права, ни при помощи морали Например, я этот пример возьму как основной и буду о нем дальше говорить Это организация единого времени Я думаю, вы знаете, что жизнь каждого человека изначально от природы подчиняется собственным биологическим и психологическим ритмам То есть каждый человек живет как бы внутри своего времени Это означает, что для того, чтобы мы жили сообща И для того, чтобы у нас была возможность, например, встретиться здесь Мы должны выйти из этих своих индивидуальных ритмов и подчиниться какому-то общему ритму Но здесь возникает вопрос А где же эти общие ритмы взять? Ну биологические и психологические ритмы даны нам от природы Мы имеем их уже без всяких усилий Они нам даны как дар А общих социальных ритмов у нас нет Их нужно еще где-то найти Ну я, например, сталкиваюсь с этой проблемой Отсутствие проблемы индивидуальных ритмов Когда прихожу на первую пару, как преподаватель И одни студенты смотрят на меня внимательно и пишут А другие смотрят внимательно Но когда я вглядываюсь в их глаза, я вижу в этих глазах пустоту А потом эти глаза Эта голова с открытыми глазами падает либо назад, либо вперед Ну а некоторые даже и не скрываясь, просто на столе спят То есть это проблема несовпадения наших ритмов Но тем не менее мы все подчиняемся единым социальным ритмам Так вот, откуда их взять? И это вообще вопрос нетривиальный Потому что вообще-то под рукой этих социальных ритмов нет Вот как бы в ближайшем доступе Но это легко проверить То есть каждый, кто был в театре и слышал аплодисменты Знает, что они вообще-то в разнобой происходят И только потом, где-нибудь через какое-то время Когда аплодисменты переходят в овации То хлопки происходят синхронно Но в начале этой синхронизации не происходит Значит, нужен какой-то опыт синхронной деятельности То есть нужна, ну как говорим мы культурологи Машина синхронизации Машина, которая бы наши индивидуальные ритмы синхронизировала Но, по-видимому, первым опытом синхронизации Индивидуальных ритмов был Танец Когда собирался родовой коллектив И глядя на движение солиста Вождя или шамана Все сородичи совершали движение в одном и том же ритме Ну вот здесь на фотографии не очень получается у них, по-видимому Вот Но, в общем, я думаю, кто когда-нибудь принимал участие в подобного рода ритуалах Может быть не религиозных, а совершенно светских танцах Понимает, о чем идет речь То есть танец это первый способ синхронизации индивидуальных ритмов И в каком-то смысле это вообще-то тренажер синхронизации социальных ритмов То есть тот, кто может синхронно танцевать Может синхронно совершать и другие действия Например, синхронно совершить атаку во время войны Вот поэтому, например, так важны парады и марши То есть это способ подчинения индивидуальных ритмов людей Единому социальному ритму Который потом будет прагматически необходим на поле боя Так вот Но Дело в том, что синхронность движения этих людей Имеет свои ограничения Она ограничена полем зрения То есть синхронно в данном случае могут двигаться только те люди Которые друг друга видят И которые видят шамана Если бы мы ограничились такой машиной синхронизации То, видимо, продолжали бы жить родовыми или соседскими общинами Поэтому возникает вопрос А как же синхронизировать деятельность людей Которые даже друг друга не видят Которые населяют достаточно большую территорию Для того, чтобы не видеть ни друг друга Ни одного какого-то солиста, вождя или шамана И вот здесь произошло в истории культуры чудо То есть кому-то пришла в голову идея Гениальная идея Вместо того, чтобы смотреть вперед И высматривать того человека Который бы задал единый ритм Посмотреть наверх И увидеть движение Движение светил Ритму которых мы можем подчинить свои собственные ритмы И вот эта гениальная идея Легла в основу другой машины синхронизации Благодаря которой мы можем жить городами Государствами, цивилизацией, человечеством Это машина синхронизации, календарь Но для того, чтобы использовать Ритмы движения светил в цели синхронизации Необходимо сделать так, чтобы движение светил по небесному своду Ну самые простые Вот то, что у нас в досягаемости находится зрительное Это, конечно, движение Солнца И движение и фазы Луны Но чтобы сделать их машиной синхронизации Необходимо превратить постепенное медленное движение В движение порционное Подобное движением шамана Которое отбивает ритм Вот для того, чтобы это сделать Нужно было построить определенные машины Эти машины имеют обобщенное родовое наименование Кромлихи Но я вот выбрал наиболее известное наверняка вам Кромлих это Стоунхендж знаменитый Но ученые до сих пор пытаются выяснить Зачем же люди таскали такие огромные глыбы И совершали такие физические усилия Для того, чтобы построить это сооружение Да, и понятно, что оно, скорее всего, имело ритуальный характер Но есть еще одна прагматическая функция этого сооружения Это первый каменный календарь То есть благодаря этому календарю Можно что сделать? Можно как минимум определить день года Ну, например, представьте себе, что перед вами стоит Следующая управленческая организационная задача Вам нужно сделать так, чтобы группа людей Населяющие какую-то большую сравнительную территорию Встретились в определенный день года Нужно этот день года определить, назначить Причем нужно сделать так, чтобы все люди Не видя друг друга, определили этот день года одинаково То есть Ну, опять же Тут есть некоторая сложность понимания этой проблемы Потому что у нас всех есть смартфоны с календарями И нам нетрудно это сделать Но вы мысленно уберите эти календари Представьте себе, что их у вас нет И вот, собственно, вот эта машина и позволяет это сделать Ну, каким образом? Ну, если вы наблюдали за тем, как солнце движется по небесному своду Вы, наверное, знаете, что день от дня солнце встает и закатывается не в одном и том же месте Не на западе и на востоке Точнее, на западе и на востоке Но постепенно меняет место восхода и заката Это хорошо видно, если вы сравните Пронаблюдаете за восходом солнца летом и зимой Эта разница будет хорошо видна Но она видна, в принципе, день от дня Но это не так заметно взгляду Но если пользоваться вот такими машинами То такую мельчайшую разницу, в принципе, можно разглядеть И безошибочно определить тот день года, который назначен для того, чтобы состоялось, как говорили наши далекие предки, событие Событие буквально, чтобы родовые общины собрались в одно место и там совершили свои ритуальные танцы, позволяющие жить им в едином ритме То есть, таким образом, эта машина позволяет синхронизировать жизнь людей, которые живут далеко друг от друга и не видят друг друга Но у этой машины синхронизации есть одна проблема Дело в том, что если вы начнете пользоваться этой машиной, игнорируя календари, все остальные календари То в конце концов, через несколько лет вы увидите, что возникает некоторая путаница с определением дня года Но я поясню, в чем эта путаница состоит на примере другого календаря Календаря древних египтян Египтяне для того, чтобы выстроить единый ритм своей жизни, пользовались не только солнцем и луной Они еще внимательно следили за звездой Сириус Вот здесь я нашел изображение, где якобы, ну, как в понимании художника, жрецы встречали восход Сириуса в лучах утреннего солнца То есть, египетские жрецы обратили внимание, что раз в году Сириус появляется на небе не ночью, а в лучах восходящего солнца То есть, совершает так называемое гелиакическое восхождение, как это называют астрономы И они обнаружили, что это гелиакическое восхождение связано очень четко с разливом реки Нил А Нил определял хозяйственные ритмы египтян Вот, и благодаря наблюдению за звездой Сириус, египтянам удалось сделать нечто совершенно невероятное Ему удавалось одновременно приступать к подготовке ирригационной системы к разливу Нила И благодаря этому ему удалось обуздать Великую реку Если бы не команда Сириуса приступать к сельскохозяйственным работам То египтяне вряд ли бы освоили долину Нила, так как они смогли это сделать 4-5 тысяч, 5 тысяч, более 5 тысяч лет назад Так вот, но и жрецы, внимательно наблюдая за ним, обнаружили, что через какое-то время в этом же месте происходит восхождение другой звезды И они обратили внимание, что за год таких звезд накапливается 36 То есть 36 заместителей Сириуса 36 звезд появляются в лучах восходящего солнца или совершают гелиакическое восхождение в том месте, где когда-то Сириус совершал это восхождение И это торжество звезды длится в течение 10 дней Ну дальше перемножаем 36 на 10, получается 360 И еще 5 дней в честь Сириуса, когда египтяне праздновали Новый год То есть начинали Новый год Получается ровно 365 дней в году Но все, кто учились в средней школе, знают, что в году не 365 суток А 365 суток примерно с четвертью Это означает, что через год, ну через год разница была незаметна, но через 4 года восхождение звезды Сириус запаздывало ровно на один день И постепенно образовывалась И постепенно образовывалась разница между астрономическим Новым годом, который ожидали египтяне, и календарным Новым годом И эта разница с каждым годом накапливалась, накапливалась и накапливалась То есть возникает погрешность к календарю Ну это проблема, с которой знакомы все теоретики, занимающиеся календарем Они называют эту проблему, проблему идеального календаря Дело в том, что те космические ритмы, которыми мы пользуемся для составления календаря Не кратны друг другу То есть они не соотносятся друг с другом при помощи математически При помощи целых чисел или рациональных дробей Ну потому что и количество суток в году равно не только примерно 365 с четвертью На самом деле там стоит бесконечное число чисел после запятой Так вот, что в этой ситуации делать? То есть как сделать так, чтобы социальные ритмы не рассинхронизировались из-за этого сбоя календаря? Было придумано два решения Ну условно я эти решения назову египетским и греческим Ну египтяне были людьми, которые знали, что конечно все в мире изменяется, но и все в мире повторяется Значит, когда-то снова Сириус взойдет в тот день, когда он зашел тогда, когда был создан календарь То есть этот восход, это совпадение календарного и астрономического нового года когда-то произойдет То есть это расхождение не бесконечно, будет длиться не бесконечно Египетские жрецы высчитали этот период В общем-то мы с вами тоже можем его сравнительно легко посчитать Ну представьте себе, если бы допустим Если бы допустим Расхождение составляло не четверть суток, а сутки Тогда для выяснения того, когда же совпадет календарный Новый год с астрономическим Нам нужно было бы просто умножить 365 на 1 Но поскольку ежегодно погрешность двигается только на четверть, поэтому мы умножаем 365 на 4 И получается, кто не верит, проверьте, 1460 лет Египетские жрецы вычислили так называемый Великий год, который длился 1460 лет И они верили, что по окончании этого года все вернется на круги своя И души мертвых обратно вернутся и вселятся в свои тела Тщательно сохраненные египетскими жрецами То есть, да, погрешность есть, но она когда-то сама по себе исчезнет Не нужно для этого ничего предпринимать Греки, люди очень деятельные, активные Не готовы были терпеть 1460 лет Поэтому они придумали вставки Или как сами греки называли это, эмболизмы То есть, если расхождение появляется, необходимо просто взять и доставить лишний день Ну, чем, собственно, мы с вами сейчас занимаемся, когда в високосный год добавляем один день к календарю И эту погрешность гасим Следующий герой нашей истории Так вот, но дело в том, что эти календари, календари, созданные египтянами и греками Работали на сравнительно ограниченной территории Это были локальные календари И впервые о совершенствовании календаря, по-видимому, задумались древние римляне Когда им пришла в голову идея не ограничиваться пределами своей римской республики А создать империю Потенциально такую империю, в которую могли быть включены все народы Но все народы живут в разных космических ритмах, с разными календарями Это означает, что нужно создать некий календарь, который бы идеально синхронизировал разные циклы Но прежде всего циклы солнечный Это цикл всех земледельческих народов И цикл лунный, это цикл скотоводческих народов Скотоводы в основном пользуются лунным календарем Потому что он сообщает им о времени, когда произойдет появление потомства у скота А земледельцам в большей степени подходит солнечный календарь Который указывает им период, когда необходимо сеять, жать и так далее Так вот, Юлию Цезарю необходимо было создать такой календарь, который бы соединил эти два календаря безошибочно Это первая задача Вторая задача касалась этих самых греческих эмболизм В них было слишком много произвола Но само слово календарь происходит от латинского калары, что означает провозглашать То есть, что делали римские жрецы? Они каждый месяц провозглашали начало месяца Потому что в лунном календаре год составляет... Месяц составляет 29,5 примерно суток Поэтому, можно сказать, если убрать эту половинку, тогда нам что остается сделать? Нам остается сделать так, что один месяц будет 29 дней, а другой 30 То есть, нужно таким образом обозначить начало следующего месяца Но, в общем-то, римляне в период на границе, исторической границе республики и империи Уже были знакомы с такой формой деятельности социально-экономической, как кредит Но можете себе представить, сколько злоупотреблений появляется в связи с таким произволом в начале месяца или года То есть, если вы взяли кредит, да, и наступает время его платежа То человек, который дал вам взаймы кредит и хочет вас обанкротить Подкупает жреца и тот переносит начало месяца на один день вперед, и вы не успеваете заплатить кредит Вот, поэтому необходимо этот произвол жреческий убрать То есть, необходимо создать такой календарь, которому подчинялись бы все И который бы давлел, и который бы, как дамоклов меч, висел бы над каждым кредитором и каждым взаимодавцем И над всеми прочими участниками социальных отношений Так вот, ну и Юлию Цезарю удалось создать тот самый календарь, которым пользуемся в целом мы до сих пор И этим календарем в свое время воспользовалась христианская церковь Которая поставила перед собой задачу объединить все народы под знаменем христианской веры, христианских ценностей, христианских идеалов Но идеального календаря не существует Даже тот календарь, который был введен указом Юлия Цезаря, тем не менее, имел определенные погрешности И уже не год от года, как в египетском календаре, а столетия от столетия эти погрешности постепенно накапливались И в конце концов возникла следующая проблема Дело в том, что все христианские народы живут... Главным праздником всех христианских народов является праздник Пасхи Как вы знаете, Пасха это праздник, который двигается по календарю, который не стоит на месте Поэтому день этого праздника необходимо еще вычислить Для этого нужен очень точный, четкий календарь Такая математическая машина Но поскольку календарь Юлия Цезаря утратил в свою определенность и четкость То возникли некоторые расхождения между христианскими церквями По поводу того, когда же нужно праздновать Пасху И единое тело Христово, христианская церковь, которая должна была жить в одном ритме Этот единый ритм утратила И вот тогда появился еще один герой нашей истории Это римский понтифик, римский папа Григорий XIII Который ввел тот календарь, которым пользуемся мы до сих пор Он внес в Юлианский календарь одну сравнительно небольшую поправку Перед ним встала следующая задача вообще-то То есть Григорий XIII перед своими экспертами, математиками, астрономами поставил такую задачу Необходимо сделать так, чтобы в календаре день весеннего равноденствия приходился всегда на 21 марта На 21 марта приходился день весеннего равноденствия Когда церковь в 4 веке, в 325 году на Никейском соборе приняла Юлианский календарь как общецерковный Но постепенно день весеннего равноденствия и 21 марта отдалялись друг от друга И эксперты Григория XIII посоветовали сделать следующее Необходимо сделать так, чтобы год в году, с которого начинается новый век То есть любой год, заканчивающийся на 2 нуля, не был високосным в том случае, если число его сотен не делится ровно на 4 Ну очень просто Я как-то, я решил проверить, вчера встретился со своими коллегами, решил проверить, насколько они знакомы с Григорианским календарем Я спросил, был ли високосным 1900 год Ну да, разошлись во мнениях Те, кто сказал, что он не был високосным, либо хорошо знали историю, либо плохо знали Юлианский календарь Потому что, ну корректно было бы сказать так В России, вообще-то, он был високосным, потому что Россия тогда придерживалась Григорианского календаря А в Западной Европе, живущий уже по Григорианскому календарю, он не был високосным, потому что 19 на 4 не делится Да, а вот 2000 год, да, был високосным Все это, наверное, помнят, да, что 2000 год То есть не было никакого сбоя Потому что мы привыкли к тому, что вообще-то високосный год, это год, который делится на 4, да И 2000 делится на 4 И если бы мы вдруг увидели, что этот целый год не является високосным, мы, наверное, бы удивились, не зная тонкости григорианского календаря Но вот, собственно, за счет этой поправки 21 марта снова встал на день весеннего равноденствия и продолжает занимать это место до сих пор Но идеального ли календаря? Не бывает То есть, что сделал Григорий XIII, что сделали его эксперты? Они всего лишь отсрочили появление видимой погрешности в ритмах космоса и ритмах календарных Вот, и в этом недостаток григорианского календаря То есть, если мы будем жить в соответствии с григорианским календарем, то наши далекие потомки, если они будут жить, если все будет в порядке, им придется исправлять этот календарь Ну и кроме того, есть еще один недостаток у григорианского календаря Дело в том, что он не соответствует традиционным календарям многих народов То есть, у китайцев есть свой собственный календарь, у индусов есть свой собственный календарь Правда, в 20 веке большинство стран приняли григорианский календарь как официальный Но многие народы живут, пользуясь двумя календарями, своим традиционным и григорианским календарем Но у нас это хорошо знакомо тем, кто глубоко включен в церковную практику, потому что церковь живет по юлианскому календарю То есть, все время приходится держать в голове два календаря, григорианский и юлианский Поэтому работа над синхронизацией социальных ритмов всего человечества еще не завершена И она ждет еще того гения, которому придет гениальная идея Как, где найти тот социальный ритм, который синхронизирует жизнь не одного родового коллектива, не одного племени и даже не одного народа, а целого человечества Ну, дело в том, что в рамках этой лекции, конечно же, невозможно рассказать всю историю приключений календаря И все те усилия, которые были потрачены на синхронизацию социальных ритмов Поэтому в конце я оставлю на экране, пока вы будете задавать вопросы, я буду отвечать Небольшой список литературы для тех, кто заинтересуется вопросом более глубоко Вот, пожалуйста И особенно я хочу рекомендовать вам вот эту книгу Это не моя книга, это наша книга Это наша книга Эта книга была несколько лет назад выпущена усилиями интеллектуальных средств Здесь даже значится это Выпущена она была в Санкт-Петербурге в издательстве Алитея Я рекомендую всем интересующимся социальными ритмами и соотношением социальных ритмов с ритмами космоса Вот эту книгу Спасибо за внимание Я готов ответить на ваши вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!